Добрый день, друзья! Сегодня у нас убирают уже бетонные блоки. Вот и Екатеринскую убирают уже блоки. Добрый вечер, друзья! Сегодня в Одессе было сравнительно облачно, сравнительно солнце, сравнительно мрачно. Ну, в итоге день оказался хороший. Сейчас на улице уже минут 20 лет гудит сирена, но пока все тихо, спокойно. В городе сегодня ярких событий не было, но сегодня начали в центре города убирать блоки бетонные. То есть уже стоят краны, эти блоки забирают с улиц и прячут их в машины, куда-то увозят. То есть то, что вчера увозили ежи, сегодня увозят уже блоки. Так что что-то налаживается, видимо, не знаю, чем это пахнет, но что-то руководство себе придумало. Ну, слава богу, что улицы очистили и сегодня было очень много транспорта. Прямо какие-то пробки, вы знаете, в мирное время не было столько пробок и столько машин. Так что лучше ходить пешком. Что еще сегодня было замечено на улицах? Сегодня возле волонтерских пунктов собирали питьевую воду. Как мы знаем, это везут в сторону Николаева, потому что там у них вроде бы перебит водопровод и в городе недостаток воды. Поэтому питьевую воду собирают и везут в Николаев и в цистернах, и в бутылках. Так что вот такие вот события. Ну, а теперь ответы на ваши вопросы. Меня спрашивали, как я снимаю в театре, в каких местах, какие точки я выбираю для съемки. Ну, вкратце. Значит, мое любимое место в театре – это все-таки закулисье. То есть я снимаю обычно сбоку сцены, иногда захожу сзади. Более того, там иногда бывают такие места, когда, ну, в смысле, моменты в спектаклях или в опере или в балете, когда хочется сделать снимок сверху, вид сверху. Так, наверху находится, где-то на уровне четвертого, пятого этажей, находятся такие перекрытия, рамы специальные. Причем эти рамы опускающиеся, и на них находятся светильники. А возле светильников находятся специальные площадки, где специалисты по свету могут эти светильники ставить светофильтры или менять их. И вот если зайти на четвертый, там, третий, четвертый, пятый этаж, то можно сделать снимки сверху сцены. Так что бывают тоже интересные снимки. Кстати, то ли в сегодняшней серии, то ли во вчерашней, я уже не помню точно, когда я вставил, есть снимок, когда была постановка травиаты, и я сделал снимок сверху. Тоже возникают интересные ракурсы. Когда у меня было желание сделать съемку работы дирижера, то я спускался в оркестровую яму. И во время представления как раз сидел там, у меня есть одно место, где очень удобно видно дирижерскую будку. И вот оттуда я снимал работу дирижера. Так что места довольно-таки есть интересные для фотографа. Но когда я снимаю, допустим, «Жизнь театра», там есть балетные классы. Так что там тоже интересно снимать. Там на стенах много диркал. Там тоже такие большие комнаты. Причем балетный класс, есть большой зал балетного класса. Там площадь почти такая же, как на сцене. Ну вот, в принципе, и все, что касается театра. Теперь был вопрос такой. Рассказать немного о том, чем отличается Олимпийский лук от блочного. То, что я вам рассказывал. Потому что людям я понимаю, что интересно, что за отличие. Многие даже не знают, что есть такой вид спорта, блочный лук. Но вот сегодня я вам решил об этом рассказать. Ну, если Олимпийский лук, вы с детства, наверное, помните все, что мальчишки обычно брали какую-то веточку, цепляли на нее веревку и делали себе луки. И вот с помощью этих луков мы в детстве охотились на кого-то. Или стреляли куда-то. То есть это фактически палка и веревка. И стрелы брали какие-то тоненькие веточки, кладли стрелу на руку и вот так и стреляли себе. Это вот классический лук. Единственное, что, конечно, отличие от того, что мы делали в детстве, современный классический лук, это целый комплекс новейших технологий. Причем технологий вплоть до космических. Рукоятки лука идут отдельно от плечей. Плечи сейчас отдельно вставляются в лук. То есть это нецельная конструкция. Рукоятки делаются из специального сплава алюминия. Плечи у лука делаются из многослойного пластика. Пластик, углеволокно, там куча композитов различных. Вплоть до специальных даже керамических вставок. Там очень много всяких хитростей. Это вот современные плечи. Причем настолько эта конструкция вся надежна, по сравнению со старыми луками, что выдерживает многие тысячи выстрелов. Ну, а сами тетивы, то есть раньше были веревки, а сейчас тетивы делаются из технологичного и современного волокна. Раньше мы использовали обычные веревки, бечевки. Ну, а современная тетива, это высокомодульный полиэтилен. Это то же самое, в принципе, что и полиэтиленовый кулечек, такой же самый материал. Но это нити, тянутые в очень такие тонкие пряди. И когда в такой нити вот этого полиэтилена находятся многие миллионы молекул, соединенные между собой, получается очень прочная нить. Поэтому чем больше молекул в этом волокне, тем более прочная получается тетива. Современные тетивы делаются из вот этого высокомодульного полиэтилена, кевлара, лавсана. Там еще есть куча тканей, виктран, ну и так далее. Это как бы специалисты знают, в чем отличие. Там самое главное, чтобы тетива не тянулась. Потому что если взять, допустим, обычную веревку или обычное волокно, оно после таких больших нагрузок, оно тянется. А эти нитки, они не тянутся. Более того, они даже имеют некоторую возможность во время выстрела сжаться, а потом немножечко разжаться. То есть до какого-то уровня. То есть они не с течением времени не теряют своих свойств. Поэтому тетивы это тоже высокотехнологическая конструкция. В олимпийском луке стреляют пальцами. То есть на пальцах одевается такой напальничный специальный и стреляют пальцами. Ну а что такое блочный лук? Блочный лук это вот такая конструкция. Сейчас я вам покажу, что такое блочный лук. Вот я немножко сейчас подальше назвал, чтобы вы могли увидеть его целиком. Это вот такой вот агрегат. Очень сложный. Сейчас расскажу, в чем отличие такого лука. Значит, отличие в том, что... Ну вот, рукоятка, вот плечи. И вот вы заметили, что на плечах находятся вот такие вот блоки. Видите, блоки. Для чего они нужны? Дело в том, что, если вы помните школьный курс физики, то у нас... Какое главное свойство блока? Мы теряем в расстоянии и выигрываем в силе. То есть, благодаря тому, что вот здесь есть специальные такие вот тросы, которые идут через блоки. Здесь специально в них канавки есть. Лучник, когда натягивает лук, вот на этом расстоянии максимальная сила. А уже возле лица в два раза меньше. Поэтому из блочного лука довольно-таки легко стрелять и удерживать его. То есть, мы имеем очень большую силу, но возле лица эта сила меньше. Поэтому вот такие луки делаются на очень серьезные нагрузки. Ну, допустим, вот сила натяжения, чтобы вы как бы поняли, о чем речь, идет до 60 фунтов. Ну, или в килограмм, если перевести, это больше 27 килограмм возле лица нагрузка. Поэтому, когда такой лук, обычный олимпийский, мы тянем 27 килограмм, здесь очень тяжело. А в блочном луке, здесь после лица получается килограмм, где-то, ну, может быть, 9-8. Вот так. Поэтому из такого лука стреляют и маленькие детки, и старые дядьки. Вот. Значит, что в этом луке еще необычного? Вот у него идет прицел. Вот прицельная планка. И на конце прицела, вы видите, вот идет линза здесь. Линза и мушка. А вот здесь, на тетиве, находится так называемый, вот я вам сейчас его покажу, вот, называется пипсайт. Это такая конструкция с отверстием. И вот, когда это отверстие соединяется по оптической оси с этим вот скоб, называется, получается аналог бинокля. И вот, когда смотришь на цель через вот эту вот линию, получается, мы видим увеличенную цель. Ну, как в бинокле, как в оптическом фицеле. Почти что. Теперь по стреле. Стрела вставляется вот на такую вот так называемую полочку. Вот вы здесь можете ее видеть. Вот она поднимается вот так. Для чего она нужна? Чтобы выстрел был у нас точный, нам нужно стрелу поставить вот на эту полочку. Стрела ставится в тетиву. Специальное место, которое называется гнездо. И когда стрела вылетает из лука, эта полочка, сейчас я вам разверну, она во время выстрела срабатывает и падает. То есть не мешает пролету стрелы. То есть стрела вот этими перышками не цепляется ни за что. А почему здесь идет петелька? Дело в том, что из-за того, что очень большая нагрузка на пальцы, из такого лука не стреляют пальцами, а стреляют с помощью специального механизма. И вот этот механизм называется релиз. Вот он. Это фактически та же самая конструкция, что к уроку пистолета. То есть вот здесь такой вот есть рычаг, курок. И этот релиз, вот он, одевается в петлю. И когда лучник возле лица нажимает на курок, петля освобождается, стрела летит. То есть мы тем самым не работаем пальцами. Работаем только кругом. Теперь что такое современная стрела. В отличие от тех веточек, чем мы стреляли в детстве, стрела современная. Вот она, видите? Это конструкция из углеволокна и алюминия. То есть внутри это как бы самые дорогие стрелы. То, что стреляют олимпийские лучники, олимпийцы, чемпионы всякие разные. Вот. это есть чисто из карбона трубки, а есть алюминиевая трубка, сверху еще и карбон. Вот такая стрела, она не гнется, она сохраняет свою форму, она не ломается от больших нагрузок. Ну, а конечно, вот эти вот хвостики, перышки тоже очень точная механика. То есть их делают в идеальных формах. И наконечник здесь обычный. Вот пулеобразный наконечник. В спорте именно такие применяются. Ну, а то, что касается охоты, охотой я не занимаюсь. Мне жалко животных. Вот. Но те, кто стреляет на охоте, охота в Украине как бы не столько не запрещена, сколько не разрешена. Ну, а во всем мире охотой я занимаюсь очень много людей. И отличается лук охотничий тем, что, во-первых, он немножко меньше по размеру, потому что там нужно где-то пролезать в ветках. Вот. А наконечник не пулеобразный, а сделан в виде лезвий. Поэтому, когда такой наконечник попадает в животное, возникает шок, и животное погибает очень быстро, чтобы не мучилось. Ну, мы таким не занимаемся. У нас спорт. Ну, это вот кратко о стрельбе из лука. Если будут какие-то еще интересные, там, у вас вопросы, я охотно расскажу. Ну, и сегодня, что касается сегодняшнего выпуска о театре, сегодня снова опера и театральные портреты. У меня, на самом деле, собралось очень большое собрание вот именно этой темы. Я думаю, еще где-то на серии 2 у меня хватит. А дальше я вам буду рассказывать уже о других съемках. Я думаю, что вам будет тоже это интересно. Ну, все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok